Если в Москве невозможно вылечиться, предположим, человек прошел по врачам, у него какая-то серьезная болезнь, например, какое-то легочное заболевание. Ему говорят, ну в условиях, так сказать, проживания на земляном валу, где 10 полос в обе стороны, минимум 10, я думаю, что может больше, и где всю ночь что-то за окном, окно открыть невозможно, телевизор не слышно. И человеку врач говорит, вам здесь вылечиться невозможно, вам нужно поехать в Ригу, Прибалтику, в Юрмалу, там сосновые леса, море, там есть санаторий, вы должны хотя бы месяц там пожить, чтобы легкие ваше здоровье остановились. Или поехать в Южную Индию и пройти там курс панчакармы, в тех условиях, которые там происходят, с той диетой. Вы говорите, ну я не могу оставить Москву. Значит, вам плевать на свое здоровье. Женщина говорит, я не могу уволиться, потому что квартира дорогая, потому что в Москве дорого, поэтому я должна работать в Москве, чтобы поддерживать квартиру в Москве, чтобы можно было работать в Москве. Как вы думаете, похоже, что она хочет что-то изменить в своей жизни? Не похоже. Поэтому если человек реально понял ценность того, или опасность того, что с ним происходит, или ценность того, что ему нужно, он готов заплатить любую цену. И торг здесь, как сказал классик, неуместен, да, потому что, подожди, речь идет о твоем одиночестве. С ума сошла? Какая Москва? Не, ну я надеюсь, что как-то само рассосется. Можно и в Москве оставаться, и ничего не менять, и как бы все уладеть. Я говорю, ну ладно, в Москве оставайтесь, но как это может быть, ничего не менять и выздороветь? То есть врач говорит, вы должны отказаться от этого, от этого, от этого, и начать делать вот это, вот это, вот это. А ушлый пациент думает, ну ладно, это я как бы не сильно буду отказываться, а это могу делать по чуть-чуть. И глядишь, и выздоровлю. Потом приходит, не помог ваш метод, говорит, понимаете? Доктор, ваш метод не работает, фигня ваша панча карма. Ерунда ваши семинары. Я говорю, смотря как практикуете, за это администрация театра, за потерянные сумочки администрация театра ответственность не несет. Не несет. Поэтому вот эти четыре фактора, знайте, что они самые главные препятствия. У меня есть дела поважнее. Я спокойно, потому что все в руках Бога, и все как-то само наладится. Если по судьбе положено, то мне положат. Дальше. Нарушейш раздражает. Он все время говорит диагнозы, но не говорит никак лечение. Я говорю, да, гневливое отрицание, гнев, агрессивное отрицание. И третий, интересный семинар. Такой интересный. Ну, типа, как кино посмотрел. Это же не про меня, поэтому боятся нет. Как фильм ужасов посмотрел, но это не про меня. Поэтому встали и пошли. Слава Богу, что у нас такого нет. Слава Богу, что по Арбату такие не ходят. И порадовались этим. Собственно, это сила фильма ужасов, что приятно жить в Москве становится. Москва, кажется, уже не такой ужасной. Но во многом. Поэтому эти четыре способа отрицания, это и есть препятствие. Женщина, человек, который хочет счастлив, он дежурит, бдительно следит за тем, чтобы не включились одни из этих видов отрицаний. Или он окружается людьми, которые не дадут ему отрицать. Которые будут настаивать, что тебе нужно это, что тебе нужно предпринять эти шаги.